Добрый день! Сегодня нашей темой станет статическая маршрутизация. Мы разобьем нашу тему на две части. Первая часть своего рода пролегомена. Мы рассмотрим принципы конфигурации оборудования CISCO и ее операционной системы IOS. И во второй части мы на созданной топологии попытаемся прописать статическую маршрутизацию. В нашей работе мы будем использовать адреса из частного адресного пространства. Это RFC 1918. Тут мы видим три группы этих частных адресов. То есть сеть класса A, набор сетей класса B и набор сетей класса C. Соответственно, можно выбирать любую из этих сетей для своих внутренних нужд. Эти сети частные, то есть они не маршрутизируются в интернете. Таким образом, если вы поставите такую сеть у себя дома или в офисе, то снаружи эта сеть не будет видна. Ну и очень хорошо подходит для разных экспериментов. В операционной системе IOS CISCO есть несколько режимов. Ну, просто режим пользовательский. Это обозначается вот такой стрелочкой. Переход в режим привилегированный обозначается диезом. Следует заметить, что в CISCO несколько привилегированных режимов. Можно каждому режиму прописать свои полномочия, но обычно используют один привилегированный режим, некий аналог ROOTA под UNIX. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Давайте вытащим маршрутизатор. Generic. Щелкнем по нему. Вот командный интерфейс. Вот мы видим, он загружается. Загрузился. No пишем, что мы не хотим. Диалог конфигурационный. Вот мы вошли. Мы пишем Enable и сразу переходим в привилегированный режим. Disable. Вышли из привилегированного режима. Exit переводит у нас на предыдущий уровень или завершает работу. Да? Вот мы вышли из консоли. Кроме Exit есть Ctrl-Z комбинация. Комбинация Ctrl-Z переводит нас на самый верхний уровень, с которой мы можем обратно продвигаться дальше. Почему у CISC несколько уровней? Дело в том, что конфигурация у CISC проводится с помощью команд. Каждая команда что-то конфигурит. Кроме того, команда может конфигурационная порождать конфигурацию какого-то объекта. То есть, грубо говоря, конфигурационная команда, состоящая из одной команды и состоящая из нескольких команд, подчиненных одной какой-то. В принципе, можно конфигурить и через конфигурационный файл, но он один у CISC большой. Проще, конечно, отконфигурить вручную с помощью команд, а потом слить конфигурационный файл на сервер. Например, небольшие изменения вносить в него и заливать заново. Ну, например, если вам нужно поменять по шаблону очень много параметров, например, IP-адресов, то проще это сделать, естественно, в текстовом редакторе, в конфигурационном файле, а потом его залить на маршрутизатор. Тут это тоже поддерживается. Вот мы увидим конфигурацию. Мы можем загрузить конфигурацию и экспортировать. Также тут отличаются два вида конфигураций. Текущая конфигурация и стартовая конфигурация. Текущая конфигурация называется running-config, а стартовая – start-config. Вот давайте посмотрим, как у нас переходит конфигурации. Enable сделаем. Мы можем написать только несколько букв команды, так, чтобы она не совпадала со всеми остальными командами. Дальше можно добить ее табуляции, вот таким вот образом, или даже просто оставить короткую команду, система ее поймет. Вот конфигурации терминал, то есть мы проводим конфигурации из терминала. Ну, exit. Также можно было нажать просто conf-t. То же самое. Exit. Давайте посмотрим. Show running-config. Опять по табуляции я дописал. Это текущая работающая конфигурация. Восказательный знак в начале строки обозначает комментарий. Листаем мы как в VI, да? То есть Enter у нас листает по одной строчке, пробел листает по странично. Ну и мы можем стартовый конфиг. Посмотри, стартовый конфиг – это то, что зашито в памяти. А его нету, видите, да? Он пустой. Для того, чтобы он получился, мы должны сохранить текущий запущенный конфиг с помощью команды write-memory. Все. Записали. И теперь у нас появился стартап конфиг. Не забудьте после выполнения своих лабораторных работ сохранить конфигурацию, экспортировать в виде файла. И приложить, естественно, к лабораторной работе. Зайдя в интерфейс глобального конфигурирования, мы можем конфигурить конкретные вещи, например, интерфейсы нашей ЦИСКи. Давайте посмотрим, вот у нас обычный маршрутизатор, вот физическое представление, увеличить. Вот так вот она выглядит. Что у нас тут? Нас интересует консольный вход. Он под РЖ-45 распаян. Идет в комплекте провод, который… Это стандартная распайка последовательных портов на рабочих станциях Юникса. Для подсоединения провод идет в комплекте с ЦИСКой, на котором с одной стороны РЖ-45, на другом РС-232 типа ДБ-9. Поскольку сейчас уже на многих компьютерах нет последовательного порта, то можно использовать переходник с USB на последовательный порт. Ну вот, с консоли, собственно, конфигурация и осуществляется. Кроме того, у нас тут стоит две планки Fast Ethernet, две последовательных порты, ну, тогда модем, скажем, навешиваем или что-нибудь еще. И тут у нас стоят две оптики. Соответственно, с нуля у нас нумеруются слоты. Интерфейс записывается следующим образом. Название интерфейса, скажем, Fast Ethernet. Ну, опять же, можно оставить только одну букву F для Ethernet E, для гигабитного Ethernet G в букву. Дальше идет номер слота. И дальше идет через слэш номер интерфейса в данном слоте. Ну, тут у нас все слоты одноинтерфейсные. Нумеруется все с нуля. Значит, это у нас, как мы уже посмотрели, работа с конфигурацией, просмотр ее, запись и просмотр стартовой конфигурации. Для того, чтобы все, кто ни попадя не заходил на нашу ЦИСКу, мы хотим поставить пароль. Пароли можно поставить на следующей области. На вход по консольный вход. На Телнетовский вход. И на команду Enable для перехода в привилегированный режим. Давайте мы все это сделаем и посмотрим, как это будет выглядеть. Итак. Переходим в режим конфигурации. Задаем, что мы конфигурим консоль. Ну, консоль одна. Дальше мы пишем, что обязательно логин на консоли. У нас отвечает, что пока мы не установили пароль, логин не работает. Паспорт. Ну, наберем ЦИСКу. Следующий интерфейс. Следующим интерфейсом у нас будут пять сессий Телнета. То есть от нуля до четыре. Каждая подсоединение Телнета занимает сессию. Максимальное количество сессий пять. Лайн. Витяй от нуля до четырех. Устанавливаем обязательно логин. Паспорт ЦИСК. Стандартно в ЦИСКе у нас идет Телнетовские подключения. Но в более мощных прошивках может идти подключение с СССР. Ну, за это, естественно, ЦИСКа берет дополнительные деньги. Ну, и теперь подключим пароль для Enable. Enable. Ctrl-Z вышли в исходный верхний уровень. Ну, тут мы поставили один и тот же пароль на все. Более секьюренно поставить разные пароли на разный вход. Давайте посмотрим конфигурацию. Что мы видим? Что у нас пароли в нашей конфигурации прописаны открытым текстом. И это не очень хорошо. Что же нам сделать, чтобы этого не было? Для этого нам нужно включить шифрование паролей. Заходим в конфигурационную моду. И задаем Ctrl-Z. Все. У нас пароли закрептовались. 7 это алгоритм криптования. Ну, фактически, это типа крипто. Ну, и поскольку он без соли делается, то мы видим, что одно и то же значение везде. То есть, если один и тот же пароль, то человек сразу видит, что пароль-то один и тот же. Ну, и когда мы ввели пароль. Давайте мы сейчас выйдем полностью из циски и обратно попытаемся зайти. Он у нас просит пароль. Экзит. Это пароль у нас на консоль. Энейбл. Опять пароль. Вот мы все запаролили. Интерфейсы настраиваются следующим образом. Ну, нас интересует только IP-адреса. Входим в интерфейс, задаем IP-адрес, IP-адрес и маску. И даем команду NoShutdown. No вначале отменяет команду, которая идет после нее. То есть, ревертирует ее, реверсирует. По умолчанию все интерфейсы опущены, отключены. Соответственно, задав NoShutdown, мы включаем данный интерфейс. Набор команд Show позволяет просмотреть некую информацию. Версию, конфиг, интерфейсы, протоколы и так далее. Show CDP – это так называемый Cisco Discovery протокол. Этот протокол работает на втором уровне, на канальном. И позволяет получить информацию о ближележащих железках Cisco. Ну, естественно, поскольку у нас сейчас единственный роутер, то никакой информации мы не получили. Для проверки связи мы будем использовать команду ping. Ну, в таком формате ping. И хост, на который мы пингуем. Соответственно, если у нас высадный знак, то у нас прошел ping. Если точка, то ping не прошел. И вот тут табличка, в которой описаны варианты команды ping. Что они дают. Ну, и также мы сможем трейсрут сделать, как и в Unix, посмотреть, через какие узлы проходит наш пакет. Ну, и очень интересная команда. Команда знак вопроса. Она позволяет нам получить справку по команде. Вот мы наберем команду show. А что же мы можем посмотреть? Мы не знаем. Наберем вопросительный знак. И сразу же после вопросительного знака у нас появится список, что может эта команда. Ну, и дальше мы, естественно, можем посмотреть все эти параметры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok